Городское управление социальной работы с населением совместно с обществом инвалидов начали инспектировать объекты социальной инфраструктуры Хабаровска. Комиссия выясняет, насколько исполняется собственниками помещений федеральная программа «Доступная среда». Алексей Верещагин за консультацией юриста обратился в центр работы с населением. На прием попал беспрепятственно. Здание оборудовано по всем современным стандартам для маломобильных групп населения, чтобы обеспечить комфорт слабовидящим и самостоятельно непередвигающимся людям, потребовалось более трех миллионов рублей. Половина суммы вложения из городского бюджета. Муниципальных учреждений с такой начинкой в Хабаровске пока два. Слабовидящие могут прикоснуться к табличке на двери, что здесь находится какой кабинет, что здесь находится аптечка. Слепые могут ориентироваться по нашим тактильным лентам, либо по куручням, которые по всему зданию у нас. Чтобы попасть в парикмахерскую, например, Галине Потапенко приходится потратить немало времени и сил. Первое неудобство – отсутствие поручней и пандус, угол наклона которого частенько не соответствует нормам. Второе – это препятствие на пути уже внутри помещения, предоставляющего услугу. Надо сзади подстраховать коляску. Иначе по-другому никак. С начала действия программы с 2011 года лишь 34% объектов социальной инфраструктуры в Хабаровске отвечают требованиям. Частично получение услуг доступно в таком же количестве учреждений. Необорудованными остаются еще более одной тысячи зданий. Руководителям? Ну, хотелось бы, чтобы приглашали нас. Когда делают пандус, то нас приглашают. Потому что сделать сделают, а он бывает не будет. Программа «Доступная среда» работает и на краевом, и на муниципальных уровнях. Другой вопрос может быть, как выполняются какие-то мероприятия. Сроки реализации программы «Доступная среда» продлены до 2020 года. Требования не ограничиваются установкой только пандусов, а распространяются на оснащение жилых домов и помещений любыми устройствами доступности для обеспечения прав инвалидов. Что касается частной собственности, конечно, мы даем рекомендации собственнику, что и как нужно ему улучшить, и он уже в дальнейшем проводит работу. За уклонение от исполнения требований доступности предусмотрена административная ответственность на должностных и юридических лиц до 30 тысяч рублей. Штрафовать будут до тех пор, пока объект не приведут в соответствие.